Я являюсь председателем студенческого научного общества уже два года. То есть активно занимаюсь наукой, проведение каких-то мероприятий, связанных опять же с наукой. И, собственно, отражаю все, что видят сейчас студенты при новом руководстве. Можно следующее сказать? Собственно, с чего начинается выпуск студента? Мы идем на пары, естественно, не все успевают позавтракать, кто-то едет. Из Подмосковья. И что мы видим в буфетах, на которых затратили огромные вообще суммы? Это, например, пачка чипсов 40 грамм стоит 135 рублей. Например, в обычных магазинах розничной торговли можно увидеть такую же пачку чипсов за примерно 30 рублей, 20 рублей. Но на сайтах, например, оказалась вообще сумма в 13 рублей. Можно следующий. Дальше мы видим сок. Это 200 миллилитров сок, которая стоит 65 рублей. В то время как магазин он стоит 30 рублей. То есть, чтобы поездить в буфете, нужно, наверное, неправильно еще работать, подрабатывать. Потому что стипендии хватит буквально на 2 недели. Если есть в день, то только одну пачку чипсов и одну пачку сока. Что мы увидим дальше? Можно следующий сайт. Это слева фотография, это кафедра физиологии растений. Одна из самых старых кафедр. Причем основатель Кулейской академии, сам Тимляйзев, был физиологом растений. Что мы увидим на данный момент? Что у них неоднократно течет крыша. Это не первый год, когда там такие проблемы. Это каждый год там тазики и бедра. И студенты абсолютно в штатном режиме ходят на пары, обходя эти бедра и тазики. Что будет дальше, неизвестно. Ухнет потолок на студентов, не дай бог, конечно. Также есть такая проблема, как дыры в потолке. Там постоянно неоднократно залетают голуби. То есть в стерильное помещение может спокойно залететь голубь. Справа это уже третий корпус. Как раз где располагается в культе от агрономии биотехнологии. Это потолок сфотографированный прямо напротив деканата. То есть выглядит он вот так. То есть нам даже видно, что уже часть отвалилась. Это уже потолок сфотографированный деканат факультета агрономии биотехнологии. То есть в то время, как проводятся концерты, на которых выступают не студенты Тимилейской академии, а выступают уже приглашенные лица, которые требуют хорошей зарплаты за свой труд. У нас происходит такое. Это учебный корпус. То есть опять же там деканат. Там с 13.00 до 5.00 огромная текучка студентов с нашего факультета. А это уже общежитие нашего факультета. Оно считается одним из самых старых. Это первое общежитие. И, собственно, это все произошло буквально после торжественного отмечания Дня науки, на который был приглашен хор Турецкого. Там были озвучены суммы немаленькие. И вот как раз пока у нас идут концерты, которые выделяются в деньги, как живут студенты. То есть крыши протекают. Опять же, потолок обвалился, главное никого находилось в комнате в этот момент. И это фотография только первого общежития. То есть ситуация на самом деле коснулась всех общежитий. Во всех ситуациях сейчас плачевна, особенно верхние этажи. Ну вот, это пример, как валился потолок в первом общежитии. Также у нас отсутствует мультимедиа в корпусах учебных. То есть лекции идут с листочка, просто под запись, никаких материалов, ничего. Также в последнее время я стал замечать, что отсутствует отопление во многих лекториях, помещениях учебных. То есть нам приходится сидеть, например, в верхней одежде. В некоторых корпусах это запрещено. И сидим мы в верхней одежде не так просто, потому что нам угодно. А потому что на самом деле очень холодно. Вот насколько на улице холодно, примерно такая же температура в аудиторию. Пальцы не гнутся, записывает лекция. Но зато у нас красивые консульты. Спасибо за внимание.